Приветствую вас дорогие друзья на канале Жбубульб. С уверенностью можно говорить о том, что многие подписчики канала обожают смотреть интересные видео под пиво и снеки, особенно выходные дни. И наверняка у каждого есть свой любимый сорт пива, который как кажется потребителю, намного лучше чем все остальное пойло, не так ли? И конечно каждый слышал историю о том, что в России пиво делают из порошка и спирта. Эти слухи подогреваются историями людей, посещавших зарубежные центры пивоварения, такие как Германия, Голландия, Чехословакия и другие страны Европы. После того, как русские люди пробуют то настоящее европейское пиво, а потом пытаются найти аналог в России, они понимают, что в России под видом пива продается алкогольный суррогат. В чем же дело? Давайте попробуем разобраться вместе. Распространению мифов способствует качество российского пива. Трудно поверить, что продукт такого низкого уровня создается с соблюдением традиционных технологий. Веру в возможность изготовления пива из порошка подогревает знакомство с известными повышковыми концентратами, такими как сладкие напитки, растворимый чай и кофе, бульонные кубики и другие продукты, готовящиеся по принципу «просто добавь воды». Почему бы и пиву не быть порошковым? Непосвященный в тонкости промышленного производства пива людей, впервые попавших на пивзавод, может смутить вид различных упаковок с сыпучими ингредиентами, которые они могут принять за пивной порошок. Например, в мешках содержатся зеленоватые гранулы, которые добавляются в пивные чаны. В них нет ничего необычного. Таким способом сейчас заготавливают хмель. При уборке его измельчают и гранулируют для удобства хранения и доставки на пивоваренные заводы. Еще один вид цепучего порошкообразного продукта, который можно встретить на пивзаводе – измельченный ракушечник. Он используется для фильтрации пива. Формируют слухи о порошковом хмельном напитке и дайджесты зарубежных новостей, публикующие сомнительную и непроверенную информацию. Например, упоминалась канадская компания, специализирующаяся на газированных порошковых напитках, уже готовые к выпуску комплектов из четырех пакетов с порошком пивного концентрата из ячменя, хмеля и дрожжей. Из каждого пакета якобы можно изготовить 0,5 литра светлого лагера или темного эля. К пакетам за 10 долларов должен прилагаться карбонат за 50 долларов, который используется для газирования. Подробности технологий не раскрываются. Другая история якобы из Аргентины. В местном производственном университете на кафедре инженерии продуктов питания получили порошок путем испарения влаги из пива. Алкоголь при этом также улетучился. Аргентинские технологи уверяют, что при повторном разведении порошка выходит пиво с исходным цветом, ароматом и даже пеной, только безалкогольное. К тому же восстановленный напиток получается низкокалорийным, а порошок может храниться без изменения качеств 10 лет. Иногда в сети попадаются фото в заграничных пакетах с порошковым пивом. Правда, впоследствии выясняется, что куплены они в магазине приколов и предназначены для розыгрыша друзей. Подливают масло в огонь шутники, завсегдатаи форумов и сообществ любительных хмельного напитка, периодически запускающие в сеть информацию о порошковом пиве. На самом деле, все эти истории не более чем фейки и выдумки, а получить из какого-то порошка настоящее пиво не получится. Тот должен понять, что пора это пиво менять. А на этом сказочке конец, а кто лайк поставит, молодец!